Здравствуйте, дамы и господа. Я думаю, что уже большинство ознакомилось все время написания рецензии системы нашей работы. И, собственно, я хочу сказать для начала, что пенсионная реформа, которая недавно была принята, вызвала очень большой резиденции в обществе и была одним из самых обсуждаемых событий вообще в этом году. Именно поэтому мы считаем, что рассмотреть лодки, которые применялись при рассмотрении этой реформы непосредственно в парламенте Российской Федерации, это представляет очень большой интерес для нас. Итак, собственно, начнем. Подведком нашего анализа являлось, кажется, само обсуждение пенсионной реформы в Государственной Думе своей Федерации и еще мы также брали выступление Владимира Путина, его послание с поправками. К реформе и в качестве парламента, кажется, мы рассматривали те аргументы, а точнее, даже уловки, которые применялись при аргументации. Наша исследовательская гипотеза, кажется, заключалась в том, что в аргументах противников реформы уловки встречались чаще, чем у сторонников, они были более эмоциональны и приливы более книжательными средствами для населения. В том, как уловки сторонников реформы в основном опирались на стратегическую базу и в них содержалось меньше эмоциональных улов по сравнению с противниками. Попутно отметим, что очень сложно было выделить эмоциональное выступление об эмоциональных уловах. Но, в общем-то, мы с этим говорили. Так, основывается, делим на исследовательских методах. Сначала мы приняли контент-анализ при исследовании самих текстов для того, чтобы выявить максимальное количество уловок, которые применялись депутатами. Затем мы применяли сравнительный количественный и качественный анализ для того, чтобы проанализировать, какие уловки, когда и в каких условиях применялись. И далее, казуя анализ, мы пытались их как-то сопоставить и найти причинно-следственные связи, почему те или иные ловки использовали с той или иной партией. Если говорить о цели, я думаю, вы можете почитать в сайт, потому что она, в принципе, повторяет нашу тему. И задачи, соответственно, сопоставляются с эффектами. То есть сначала мы выявляем, какие уловки и где используемся, затем уже почему и в каком количестве. Так, на этой графике вы можете видеть распределение уловок между противниками и сторонниками. И здесь мы можем сразу заметить, что противниками реформы использовалось гораздо больше уловок, чем сторонниками. Особенно частотные у противников были апелляции к эмоциям, к большинству, а также использование различных эфирических приемов. Кроме того, стоит также отметить, что противники реформы использовали больший арсенал ловок. Они более разнообразны здесь. Тут можно увидеть аргументы к затугиванию и апелляции к происхождению, к личности, ловок и злоупущения и прочее. Если же говорить о сторонниках реформы, то они, в основном, апеллируют к практике. Это раздавительность апелляции к большинству, а также к авторитету и к тяжелым последствиям в случае принятия реформы. Также заметим, что уловки отличаются только количественно, но и качественно. Так, например, если говорить об аргументе ad loculum, то есть апелляции к большинству, то у противников реформы это, как правило, большинство граждан, которые против реформы, а у сторонников это апелляция к большинству стран, которые уже провели подобную реформу у себя. Также если говорить о нежелательных последствиях, то, как правило, у сторонников это последствия в случае непринятия реформы, а у противников в случае принятия реформы. Причем они у них одинаково отрицательны, негативны. Отдельно отметим использование статистических данных в выступлениях сторонников и противников. Так, у сторонников это является основной агентативной базой, в то время как противники также используют лодки, однако на более детальном уровне. Например, вместо каких-нибудь усредненных значений по стране, они используют данные по отдельным регионам, что также может, в принципе, искажать общую картину состояния населения. Таким образом, опилировать большинству населения к состраданию, милосердию, к отцепленным последствиям в случае непринятия реформ, используя практически приемы при увеличении, в моментах запугивания и так далее, можно сказать, что комплекс уловок, он более эмоциональный, он более близок к народу, и поэтому этим можно обвести такую непопулярность реформы. Это является только одной из причин, и самое главное, мы считаем, что это является одной из причин непопулярности реформы в обществе. Также на этом слайде вы можете видеть распределение уловок непосредственно по партиям, и тут мы отметим, что больше всего уловок среди противников использует коммунистическая партия. Среди них мы особо выделили апелляцию к личности, провокационные вопросы, обилие риторических приемов, главным с которыми является гиперболая апелляция к неизвестным источникам, и также апелляция к большинству и к эмоциям. Собственно, если уходить к причинам именно использования такого набора уловок, можно сказать, что фировоческая пара в себе оппозиционную как главная оппозиционная партия, которая пытается создать на территории образ защитника народа, который пытается обмануть и обокрасть власть. Также отметим, что, например, провокационный вопрос и риторический прием использовательская пара в главном образе для дискредитации партии «Единая Россия», которая является главным инициатором реформы. В общем-то, здесь как раз-таки вы можете увидеть некоторые примеры уловок. На предыдущем слайде, где также были показаны уловки, я надеюсь, вы прочитали, и увидели как раз-таки разницу в использовании одинаковых видов уловок в разных направлениях. Апелляция у сторонников к нежелательным последствиям в случае непринятия и у противников к нежелательным последствиям в случае принятия. Здесь, в общем-то, какой-то логики именно выбора определенных уловок не было, а здесь просто представлены наиболее интересные. И, в общем-то, ну, далее, если возникнет вопрос насчет их классификации, это не надо ответить. Сейчас переходим к предыдущему партию ЛДПР. В аргументации ЛДПР, так сказать, снимало популяристских уловок, например, популяции к эмоциям и обмене к запугиванию. Отдельно отметил выступление Владимира Жириновского, как разднатель, речь которого очень эмоциональна и даже в какой-то степени агрессивна, и, как раз-таки, обсудили неопустимые пенсионные реформы не было исключением. Он активно использовал такие приемы, как изолопущение, апелляция к происхождению, Жириновский направлен в основную дискредитацию общей деятельности правительства. Так, ну а дальше он расскажет. В общем-то, следующей задачей было проследить динамику использования этих уловок, от чтения к чтению. Ну, нужно отметить, что до работы мы как раз-таки предполагали, что большинство уловок будет использован в первом чтении. Почему? Потому что это первая возможность для депутатов высказать свое мнение, мнение своей партии относительно этой реформы, высказать, в общем-то, все, что они считают нужным, привести как можно больше аргументов. Потому что в дальнейшем, это и видно по тем речам, которые мы привели в документе приложенном, в общем-то, никаких новых аргументов у них не было, никаких новых доводов у них не было. И, в общем-то, поэтому на первом чтении было использовано максимальное количество уловок, чтобы максимально с помощью них обосновать свою точку зрения, что реформа не должна быть принята. Что происходило во втором чтении? Во втором чтении, как вы видите, уловок использовалось меньше, у сторонников их вообще не было. Это связано, в первую очередь, тем, что изменился формат дискуссии, он превратился в формат вопрос-ответ. Вопросы задавали, поправки предлагали противники реформы, и, естественно, там же они должны были обосновать. Их время было значительно ограничено, в связи с чем, в общем-то, им нужно было четко и ясно показать, что они хотят донести. И поэтому у некоторых людей, противников, уловки вообще не встречались, они оперировали статистическими данными. У кого-то же они по-прежнему продолжались, аргументы быть такими же, какими они были на первом чтении. Ну, а что касается сторонников, во втором чтении их выступления практически не было, потому что, как ни парадоксально, но на втором чтении на вопросы противников отвечал противник реформы, просто представитель Комитета Госдумы по труду, который, в общем-то, был зад ответственным. В третьем чтении и в Совете Федерации, ну, как же уловки было использовано не очень много, мы предполагаем, что это связано с тем, что, в общем-то, уже понятно, что реформа будет принята в любом случае, на Совете Федерации так это точно, везде преобладают единороссы, и их позиция относительно этой реформы была, в общем-то, ясна на первом чтении, особенно была ясна на втором чтении, когда была отклонена каждая поправка, предложенная противниками. Было, в общем-то, понятно, что на третьем чтении ожидается точно такое же голосование, большинство проголосует за. Поэтому здесь, как было отмечено в одной из рецензий, пропало желание просто к активному, к активной аргументации своей позиции, и как раз-таки это и могло стать уменьшением каких-либо уловок, хотя бы просто потому, что уменьшались виды аргументации. В общем-то, теперь перейдем именно к противникам реформы в связи с тем, ну, мы разговариваем и сторонникам. Начнем с противников, у которых большинство уловок. И что здесь нужно отметить? Что на первом чтении чаще всего встречались риторические приемы, среди которых приема дала гипербол, преувеличение, что придавало вступлению эмоциональный характер, апелляции к эмоциям. Здесь, как сказал Роман, необходимо отличать именно эмоциональную речь и апелляцию к эмоциям. Как раз-таки более эмоционально ее делали именно преувеличение. Апелляция к эмоциям, она пыталась вызвать у сторонников определенные эмоции, под воздействием которых, возможно, они бы что-то и смогли изменить. Главной такой эмоцией стало чувство вины. Ну, то есть, по-другому сказать, это определенные обвинения со стороны противников, в сторону сторонников, целью которой было именно вызвать некоторую вину за эту реформу. И к происхождению. К происхождению подразумевает критика в принципе правительства, что до этого реформы были проведены не очень хорошо. Вообще правительство не очень хорошо работает, и поэтому эта инициатива обязательно провалится. Зачастую ораторы также пытались привлечь внимание к другим проблемам, применяя копченую селедку, просто немного отходя от темы. Ну, в общем-то, нужно печь, что все равно это так или иначе мело, конечно, отношение к пенсионной реформе, потому что изменение пенсионной реформы затрагивает и другие социальные проблемы, здравоохранение, образование, трудоустройство и так далее. Но зачастую к этим темам отходили значительно сильно, и, в общем-то, основную суть именно про пенсионную реформу не всегда была ясна. Таким образом, основным пафосом аргументации стали доводы о том, что население бедное, обманутое, правительство выдвигает такую реформу, усугубляет положение, и поэтому реформа не может быть принята. Но, опять-таки, каких-либо реальных объективных доказательств, естественно, не было. На втором чтении по-прежнему используются риторические приемы, потеряются к большинству и эмоции. В общем-то, вот эти две уловки, они встречаются во всех чтениях, что как раз-таки и говорит о том, что партии популистские. Встречаются уловки и агрессивного, для угрожающего характера, например, провокационный вопрос или утверждение, аргумент личности. Появляется также ложная дилемма, что в целом говорит об ужесточении риторики. Ну, в общем-то, как я сказал, там предлагались поправки на втором чтении, задавались вопросы, поэтому как раз-таки среди них в это время было очень удобно задать какой-то провокационный вопрос и в целом ужесточить свою дискуссию, потому что напрямую обращалась к конкретному человеку. Каждый партийник конкретно обращался к представителю комитета по труду или к министру труду. На третьем чтении и на заседании Совета Федерации разнообразие уловок сужается в связи с сужением их количества, уменьшением. Более частыми становится апелляция к нежелательным последствиям и аргумент континуума. Неизменными, так как по-прежнему остается апелляция к большинству, провокационные вопросы и апелляция к эмоциям. Итак, теперь сторонники. Ну, в общем-то, здесь нужно сразу отметить, что у сторонников не было так много выступлений, как у противников. В связи с этим уловок здесь значительно меньше. И каких-то однозначных выводов, тоже самый корреляционный анализ сделать очень сложно. Так как для этого требуется больше информации. Но, тем не менее, в основном сторонники апеллируют к авторитету. Главным образом это либо президент, либо работа ученых, но работа ученых, советских ученых. Говорят о тех или иных успехах, отходя от главной темы. На протяжении всего обсуждения главным аргументом была практика зарубежных стран, что является разновидностью апелляции к большинству. В чем разница была также сказана. Кроме того, не раз сторонники апеллировали к нежательным последствиям в случае непринятия уловок. Ну и, в общем-то, подытоживая, условно обозначенные нами как популистские, уловки в аргументации сторонников не встречаются. Их речь менее эмоциональна. В целом, использование различных приемов в выступлениях имеет меньшие масштабы во всех чтениях в сравнении с противниками. Ну, в общем-то, чем это может быть обусловлено? Ну, по крайней мере, тем, что, как я уже сказал, Единая Россия имеет доминирующее положение конституционное большинство в парламенте, в Совете Федерации у них также большинство. И, в общем-то, нет какой-то необходимости именно прибегать к каким-то упрощенным аргументациям, достаточно просто привести статистические данные. и самое главное, что не было необходимости каким-то образом апеллировать к населению. Это замечание очень важно, хотя бы потому, что, действительно, в Госдуме апеллировать к населению, как это делали противники, это не очень разумно, потому что аудитория там совсем иная. И очень сомневаюсь, что население читает сценограммы заседаний и смотрит заседания сами. В общем-то, здесь, с их стороны, это было более разумным. Именно опираться на более объективные данные, в связи с тем, что предполагается, что аудитория состоит из профессионалов различных областей. Я надеюсь, наши депутаты именно такими являются. И, в общем-то, здесь аргументация должна быть совсем иная, или апелляция к эмоциям, или апелляция к большинству. Итак, Так, в общем-то, делая вывод по всему проведенному анализу, отметим, что выдвинутая нами гипотеза, она в целом подтвердилась. В аргументации противников реформы на протяжении всего обсуждения уловки встречались чаще, чем у сторонников. Доминировали апелляции к большинству населения, к эмоциям, главным образом, к жалости и вине. Также встречался прием козел отпущения, палочный аргумент, что, в общем-то, как мы не раз подчеркнули, говорит о популистском характере этих реформ. Также мы выделили различия в направлениях между этими уловками в апелляции к нежелательным последствиям, главным образом, и апелляцией к большинству. Что касается сторонников, которых речь действительно менее эмоциональна, доказательства главным образом опираются на статистические данные, но также Роман отметил, что противники тоже используют статистику, но они ее используют в основном для опровержения той статистики, о которой говорят сторонники, что, в общем-то, обычного читателя запутывают. Кому верить, непонятно. Более часто уловки встречались во время первого чтения, если мы повторим про динамику. Постепенно их количество уменьшалось в связи с уменьшением предоставляемого времени на выступление и осознанием, что реформа будет в любом случае принята. Тем не менее, как в первом, так и во втором встречаются и популистские, и агрессивные уловки. И, в общем-то, чем это все обусловлено? Чем обусловлено использование этих популистских и агрессивных уловок? Как почитываю, Роман в первую очередь это идеология партии, но мы сказали о главном образом КПРФ, который был использован на большинство уловок. Но здесь отметим, что идеология это не столько о том, в данном случае, сколько о том, какое должно быть государство, общество, как все должно быть построено, а это, скорее всего, о позиционировании самих партий. У них позиции достаточно одинаковые в отношении народа. Что вот мы все трое, три оппозиционные парламентские партии, все за народ, все против власти. И, в общем-то, в связи с этим их уловки достаточно похожи. Что мы можем говорить о том, что в какой-то степени их идеология была схожа. И это, в общем-то, пример с КПРФ, который мы привели, он применим и к остальным партиям оппозиционным. В общем-то, это все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, спасибо за внимание.